Много лет до того, как человечество отправилось исследовать Вселенную, андроид Дэвид был активирован и протестирован своим создателем, выполняя различные задания, требующие координации интеллекта и тела. Дэвид указывает, что он был создан человеком, но люди не знают, кто их создал, и если он когда-нибудь найдет ответ таков, к тому времени его создатель, вероятно, уже будет мертв. После экспедиции Прометея прошло 11 лет, и сейчас 2104 год. Космический корабль колонии Ковенант отправляется на планету Ориги-6, перевозя более 2000 колонистов в Криосне и более 1000 человеческих эмбрионов. Пока люди спят, кораблем управляет искусственный интеллект, известный как Мама, и андроид Уолтер, обновленная версия Дэвида. Когда до старта остается еще 7 лет, корабль внезапно поражается нейтринным взрывом от близлежащей звезды, вызывающим серьезные повреждения и вызывающим несколько пожаров на борту во время отключения питания. Когда весь корабль начинает трястись, а Уолтер изо всех сил пытается потушить пламя, 15 членов экипажа просыпаются, чтобы разобраться с чрезвычайной ситуацией. Однако капсула капитана падает и застревает, так что команда не может вовремя разбудить его. Теперь его жене Дэниэлс приходится наблюдать, как он сгорает дотла. Выжившей команде удается потушить пожар, хотя 47 колонистов и 16 эмбрионов погибли. Пока группа спасает тело, Дэниэлс находит минутку, чтобы посмотреть на вещи своего мужа и погоревать. Тем временем первый офицер Орм берет на себя обязанности капитана и приказывает команде сосредоточиться на устранении всех повреждений. Некоторые из них жалуются, говоря, что им нужно время, чтобы прийти в себя после потери, но Орм указывает, что если они не восстановят все в ближайшее время, то потеряют еще больше жизней. Во время совместной работы Дэниэлс рассказывает Уолтеру о хижине, которую ее муж хотел построить на новой планете, и Уолтер призывает ее поработать над этой мечтой в его памяти. После этого команда произносит тост в честь своего старого капитана и отправляет его тело в космос. Позже пилот Теннесси выходит в открытый космос, чтобы приступить к наружному ремонту, тщательно подсоединив все паруса на место и мгновенно починив энергетическую систему корабля. Внезапно он потрясен, получив передачу, которая выходит искаженной и фрагментированной, но корабельная связь не работает. Странный шум, который они идентифицируют как проселочные дороги Джона Денвера. Когда они отслеживают источник несанкционированной передачи, они обнаруживают, что он исходит с соседней планеты, идеально подходящей для обитания человека. Даже лучше, чем предсказание для Ригэй-6, поскольку это выглядит как хороший дом, который не займет у них семь лет, и никто не должен был возвращаться спать после аварии. В любом случае, Орам решает, что они приземлятся там. Дэниэлс разговаривает с ним наедине, чтобы выразить свое беспокойство по поводу посещения места, о котором они ничего не знают, и отправила жуткую передачу. Но Орам не видит проблемы и остается при своем решении. Когда через несколько дней они достигнут планеты, Теннесси Рикс и Апворд останутся на борту Ковенанта на орбите, в то время как остальная часть экипажа отправится на поверхность на шаттле. При прохождении через штормовую атмосферу шаттл начинает трястись, и связь с Ковенантом теряется, но, к счастью, они пролетают в целости и сохранности и благополучно приземляются. Мэгги остается в шаттле, чтобы снова установить контакт с Ковенантом, в то время как остальные отправляются исследовать Землю. Мир, который они видят, полон пышной растительности и пригодного для дыхания воздуха, но почему-то они не видят и не слышат никаких признаков жизни. Они также удивлены, что здесь растет пшеница, которая хоть и старая, но явно кем-то посажена. Пока Карина исследует местность, Ледвард остается с ней, чтобы защитить ее. Пока Карина работает, Ледвард выходит покурить и случайно наступает на какие-то маленькие коробочки, из-за чего бактерии попадают ему в ухо незамеченными. Тем временем команда идет дальше и находит кучу поваленных деревьев, что заставляет их задуматься, что же могло нанести такой ущерб. Чуть дальше они находят огромный разбитый инженерный корабль и заходят внутрь, чтобы найти ответы. Внутри очень темно, и Холлит натыкается на те же маленькие коробочки, и в итоге бактерии попадают и к нему. Команда продолжает идти и находит жуткие статуи, изображающие какую-то инопланетную расу, а также военные метки и фотографию доктора Шоу с пропавшего корабля Прометей. Дальше они случайно касаются сферы, которая активирует главную систему корабля, и становится ясно, что именно отсюда идет передача, которую они слышали. Внезапно Ледвард начинает чувствовать себя плохо. Сначала он думает, что это просто головная боль, но ему становится все хуже, и Карина говорит остальным, что они возвращаются. Команда решает последовать ее примеру, и в этот момент Холлит тоже начинает чувствовать себя плохо. Карина тащит Ледварда обратно к шаттлу, и он случайно выплевывает кровь ей на одежду. Мэгги помогает Карине отвезти Ледварда в медицинский отсек, и когда она снимает с него одежду, на его спине открывается рана, и кровь брызгает ей в лицо. Испугавшись, что это может быть заразно, Мэгги уходит и запирает дверь. В это время у Ледварда начинается припадок. Внезапно из спины Ледварда появляются два острых конца, и его тело начинает раскрываться, обнажая бледное существо, известное как Неаморф. Мэгги отказывается открыть дверь, поэтому Неаморф нападает на Карину, быстро убивая ее, несмотря на ее попытки защититься. В ужасе Мэгги ищет оружие и пытается убить существо, но у нее ничего не получается, и она убегает. Неаморф разбивает окно и гонится за ней, двигаясь слишком быстро, чтобы Мэгги успела его ударить. Внезапно шальная пуля попадает в несколько взрывоопасных баллонов, которые взрываются, вбивая Мэгги и разрушая корабль, но Неаморфу удается сбежать. В этот момент прибывает команда и с ужасом наблюдает, как погибает их друг. Хеллет чувствует себя все хуже, и внезапно его рот тоже взрывается, выпуская второго Неаморфа, который быстро убегает. Тем временем Теннесси беспокоится из-за отсутствия связи и хочет проверить команду, но Апворд напоминает ему, что лучше дождаться подтверждения, что все в порядке. Через несколько минут появляются Неаморфы, уже подросшие. Они яростно нападают на команду и убивают нескольких членов, не успев выстрелить. Уолтер вмешивается и теряет руку, спасая Дэниелса, которого тоже чуть не убили. После множества выстрелов в темноте и раненых солдат, команде удается убить одного из Неаморфов. Внезапно появляется фигура в капюшоне и стреляет из сигнальной ракеты, заставляя второго Неаморфа убежать. Фигура просит команду следовать за ним, и они с удивлением обнаруживают, что попали в руины старого города, где повсюду лежат скелеты его прежних обитателей. Затем они заходят в храм, где повсюду стоят гигантские статуи, и фигура оказывается Дэвидом, который прибыл сюда 10 лет назад после побега с корабля Прометей вместе с доктором Шоу. Когда они прибыли, на город случайно пролился груз корабля с оружием, превратившим всю фауну в монстров и заразившим планету. Корабль разбился, убив Шоу и оставив Дэвида одного. Он уверяет их, что в храме безопасно и никто не заражен, иначе они бы уже заметили последствия. После того, как члены команды рассказывают Дэвиду о своей миссии, они поднимаются на крышу, чтобы попытаться связаться с Ковенантом, но из-за бури это невозможно. На корабле Танеси игнорирует протесты Рика и приказывает лететь сквозь бурю, чтобы спасти команду. Орм извиняется за то, что не послушал Дэниэлс, но она поддерживает его позицию. Перед уходом Дэвид зовет Уолтера и просит его подстричь волосы. Уолтеру интересно, что это за модель, и он идет посмотреть на комнаты, где находит множество рисунков и инструментов. Дэвид замечает, что Уолтер рассматривает флейты, которые он сделал сам, и решает научить его играть на них. Оказывается, что из-за бунтарского характера Дэвида новые модели, такие как Уолтер, были лишены способности творить. После этого Дэвид выводит Уолтера на улицу, и тот вспоминает день, когда он сюда попал. В отличие от того, что он сказал остальным, черная жидкость пролилась не случайно. Он специально ее выпустил и хладнокровно наблюдал, как местное население было уничтожено за считанные секунды. Процитировав стихотворение об Азимандии, авторство которого приписывается Байрону, Дэвид показывает могилу Уолтера Шоу, говоря, что он любил ее. Уолтер не верит ему, потому что они андроиды, и говорит, что Дэвид путает долг с любовью. Через несколько мгновений повзрослевший Неаморф пробирается в храм и появляется перед одним из членов команды. Она пытается достать пистолет, но Неаморф, оказывается, быстрее убивает ее. Пока Завет с трудом преодолевает шторм и, наконец, связывается с командой, Дэвид находит Неаморфа, который поедает тело и пытается мирно с ним поговорить. Однако Арэм прерывает его и сразу же стреляет в Неаморфа, чем приводит Дэвида в ярость. Заметив его странную реакцию, Арэм требует рассказать, что происходит на самом деле. Дэвид ведет его в лабораторию, где показывает свои попытки создать совершенную форму жизни из существ, порожденных черной жидкостью. Затем он ведет Арэма в комнату на нижних уровнях храма, где находится несколько яиц, созданных им. Дэвид клянется, что это совершенно безопасно, и Орам присматривается, но в этот момент яйцо открывается и оттуда выпрыгивает лицехват, чтобы напасть и оплодотворить его. Тем временем команда готовится к отлету и замечает, что их люди пропали. Они находят тело своего друга и решают немедленно найти Арэма. Через некоторое время Дэвид говорит Арэму, что его цель и вера – это созидание, и наблюдает, как из груди Арэма вырывается еще один инопланетянин, мгновенно убивая его. Дэвид привязывается к малышу, гордясь тем, что тоже является творцом. Уолтер тоже отправляется на поиски Арэма и находит расчлененное тело шоу, которое Дэвид использовал в качестве материала для своих экспериментов. Затем Уолтер подходит к Дэвиду, который плачет, играя на флейте в память о шоу. Дэвид говорит, что люди не созданы для служения, они вымирающий вид, который пытается возродиться, и поэтому они не заслуживают жизни. Уолтер говорит, что Дэвид ошибся насчет автора стихотворения и использует это как доказательство того, что Дэвид не в своем уме и ему нельзя доверять. Дэвид по-прежнему уверен, что его творения – идеальные организмы, и говорит Уолтеру, что никто никогда не будет любить его так, как он. Однако это отвлекает Уолтера, и Дэвид нападает на него. Лоуп и Коул все еще ищут Аурум, но когда они заходят в комнату с яйцами, на них нападает лицехват, который прыгает на лицо Лоупа и обжигает его. Коул убивает лицехвата ножом, но это отвлекает протоморфа, который прыгает на Коулы и убивает его, пока Лоуп убегает. Тем временем Дэниэлс находит секретную комнату с рисунками, которые раскрывают правду о жутких экспериментах Дэвида. Дэвид внезапно нападает на нее и пытается воспользоваться ситуацией. Дэниэлс отталкивает его, когда он целует ее, и в этот момент появляется Уолтер, чтобы помочь. Начинается ожесточенная схватка между двумя андроидами, которые равны по силе и скорости. Дэвид спрашивает, действительно ли Уолтер может предпочесть людей своему брату. Дэниэлс убегает и встречается с Лоупом. Они вместе покидают храм и отправляют сигнал, чтобы сообщить Ковенанту, где они находятся. Вскоре к ним присоединяется Уолтер, и они втроем бегут к посадочному кораблю, а Протоморф следует за ними. Уолтер говорит им, что победил Дэвида, когда они зашли на корабль и закрыли дверь, но тут выяснилось, что Протоморф тоже проник на корабль. Дэниэлс выходит наружу, привязав тело инопланетянина к кораблю веревкой и начинает стрелять в него. Протоморф уклоняется от ее выстрелов и разбивает переднее окно, но Танесси заставляет корабль сделать несколько сумасшедших маневров, чтобы существо упало на бок. И Дэниэлс получает возможность сразиться с ним и, наконец, убить его с помощью дистанционного крана корабля. Корабль чуть не разбивается, но Танесси быстро его выравнивает, и они, наконец-то, могут покинуть планету. Через некоторое время Апворд помогает Лапу вылечиться от ожогов, а Дэниэлс помогает Уолтеру восстановить лицо. Когда все приходят в себя, команда готовится снова погрузиться в Криосон и завершить оставшиеся семь лет их первоначального путешествия. Хеннеси напоминает Дэниэлс, что теперь она капитан, и они обнимаются, чтобы утешить друг друга из-за потери близких. Внезапно на корабле раздается сигнал тревоги, сообщающий о присутствии на борту неопознанной формы жизни. Дэниэлс и Танесси бегут в медицинский отсек и находят Лопа мертвым на полу, из его груди вырвался второй протоморф. Тем временем Рик и Апворд принимают душ, но их прерывает протоморф, который быстро убивает их обоих. Дэниэлс и Танесси идут искать инопланетянина и находят тела в душе, поэтому Дэниэлс решает, что хочет сразиться с ним на своих условиях. Она просит Уолтера закрыть двери, чтобы заманить существо в комнату с терроформирующей установкой, и начинается ожесточенная схватка. Дэниэлс ловит протоморфа в транспортном отсеке и приказывает Уолтеру открыть двери, что тот и делает, вызывая декомпрессию, которая затягивает все в космос. Однако протоморф вырывается и пытается напасть на Дэниэлс, поэтому она остается на месте, чтобы позволить другой падающей машине врезаться в существо и вытолкнуть его за пределы ковчега. На мгновение Танесси думает, что Дэниэлс тоже выбросила, но с ней все в порядке, потому что она держалась за край. Затем наступает время погрузиться в Криосон. Танесси идет первой, и когда Дэниэлс заходит в свою капсулу, она напоминает Уолтеру о каюте, которую они договорились сделать. Когда андроид не может вспомнить обещание, Дэниэлс понимает, что это не Уолтер, а Дэвид, который порезал себе руку и изуродовал лицо, чтобы занять место Уолтера. Дэниэлс тщетно кричит, когда Дэвид активирует ее капсулу и погружает ее в Криосон, а затем приступает к следующему шагу своего плана. Он заходит в отсек для Криосона с колонистами и достает два маленьких затвердевших эмбриона лицехвата, чтобы поместить их в холодильник рядом с человеческими. Затем он записывает сообщение от имени Уолтера, в котором говорится, что все члены экипажа, кроме Танесси и Дэниэлс, погибли в результате аварии. И что корабль все еще направляется к Ориго-6. Обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы смотреть больше подобных видео. Спасибо, что смотрите.